Русский художник Василий Иванович Суриков Огромное влияние на Василия Ивановича оказала его мать, Прасковья Федоровна. Она была незаурядным человеком, сильная, смелая, проницательная. Прасковья Федоровна мастерски вышивала, тонко чувствовала цвет, разбиралась в полутонах. Тяга к рисованию проявилась у Сурикова с ранних лет. Мальчиком он вглядывался в окружающих, как глаза расставлены, как черты лица составляются. Часами мог рассматривать старинные иконы и гравюры, пытаясь передать увиденное на бумаге. В 1856 году Суриков поступил в приходское училище в Красноярске. Там способности мальчика к рисованию были замечены преподавателем Николаем Васильевичем Гребневым, который стал специально заниматься с ним отдельно. Рассказывал о произведениях классического искусства, водил рисовать с натуры акварельными красками виды Красноярска. Когда Сурикову было 11 лет, от чахотки умер его отец. Прасковья Федоровна с тремя детьми оказалась в трудном материальном положении. После окончания училища Василий поступил на службу в канцелярию, однако занятий живописью не оставил. Напротив, он твердо решил стать художником. К этому времени Суриков уже добился признания в Красноярске. Его акварели ценились земляками, он давал уроки в доме губернатора. Енисейский губернатор Павел Николаевич Замятин познакомил Сурикова с золотопромышленником Петром Ивановичем Кузнецовым, который решил принять участие в судьбе талантливого юноши и предоставил ему стипендию на обучение в Императорской академии художеств в Петербурге. Осенью 1869 года Суриков на правах вольнослушателя поступил в Академию художеств, а через год стал полноценным воспитанником. Учился Суриков в Академии с увлечением, успешно переходя из класса в класс, получая награды как за рисунок с натуры, так и за живописные композиции. Занятия по составлению композиции особенно увлекали Сурикова. Товарищи по Академии даже прозвали его композитором. В 1870 году Суриков создал свое первое значительное произведение – вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. Эту картину купил сибирский золотопромышленник Петр Иванович Кузнецов. Позже эта работа поступила в Красноярскую художественную галерею. В 1874 году Суриков написал картину в историческом жанре – «Княжий суд». А через год Свет увидел еще одну работу. Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии Агриппы, сестры его Береники и проконсула Феста. В тот же период художнику сделали заказ – написать четыре картины, изображающие Вселенские соборы для построенного московского храма Христа Спасителя. Суриков начал работать над этими произведениями в Петербурге. Однако в 1877 году решился переехать в Москву, где и остался на долгие годы. Переезд полностью изменил жизнь художника. Впечатления от древней архитектуры Москвы, исторические образы и драматические события, связанные с Красной площадью, храмом Василия Блаженного и Лобным местом, вдохновили Сурикова на написание картин о прошлом. «Приехавши в Москву, этот центр народной жизни, я сразу стал на свой путь», – вспоминал Суриков. Напитавшись свежими впечатлениями, Суриков сразу же приступил к работе над большим историческим произведением «Утро стрелецкой казни». Эта работа стала определяющей для всего дальнейшего творчества художника. Суриков выбрал главную тему для своих картин – изображение русского народа в роковые минуты его истории, создание ярких национальных характеров. Картина «Утро стрелецкой казни» была представлена на девятой передвижной выставке и сразу же снискала одобрение художников и критиков того времени. В тот период Суриков был молод, полон творческих планов, счастливо женат и имел двух дочерей – Ольгу и Елену. Его жена Елизавета Августовна Шаре по отцу была француженкой, а по матери приходилась родственницей декабристу Петру Николаевичу Свистунову. Василий Иванович и Елизавета Августовна поженились после окончания Суриковым академии и прожили 10 лет. Дочь французского предпринимателя Августа Шаре и Марии Александровны Свистуновой она всю жизнь говорила с французским акцентом, а со своими дочерьми общалась только на французском. Елизавета Августовна сумела создать уют в доме Сурикова, много шила, вязала, вышивала. С большим почтением она относилась к искусству мужа, сама тщательно мыла кисти, и следила, чтобы никто не беспокоил Сурикова во время работы. Василий Иванович очень любил дочерей, ему трудно было с ними расставаться, и он возил их с собой по всей России. Елена Васильевна Сурикова рассказывала, он называл нас «Хвостики». Когда он был молодой, часто его спрашивали, куда сестриц везете? С большой неохотой Суриков отпустил старшую дочь Ольгу замуж за художника Петра Кончаловского. Но скоро зять стал таким же близким человеком, как дочери, а, возможно, даже ближе, потому что он сам был художник и хорошо понимал Сурикова. Младшая дочь так и осталась с отцом. В быту Суриков всегда был крайне аскетичен и прост. У него не было настоящей мастерской. Свои монументальные полотна художник писал или у себя дома в одной из небольших комнат квартиры, которую он снимал, или позже в одном из залов исторического музея. Обстановка была очень простой, все самое необходимое. Неприступный с чужими, живой и общительный только с близкими людьми. Когда он начинал работать, замыкался, растворялся в своей мастерской, почти никогда не показывая работу до ее окончания. Новая работа Сурикова, картина «Меньшиков в Березове», была сразу же приобретена на передвижной выставке в Москве коллекционером Павлом Михайловичем Третьяковым для своей галереи. Так Суриков получил средства для поездки за границу. В эти годы он посетил Германию, Францию, Италию, Австрию, познакомился с коллекциями Дрезденской галереи, с собранием Лувра, с творениями итальянских и испанских мастеров. Лето 1887 года художник провел с семьей в Красноярске. Однако столь долгожданная для Василия Ивановича поездка на родину оказалась роковой для его жены. Тяжелая и неудобная дорога на перекладных и на пароходе подкосила и без того хрупкое здоровье Елизаветы Августовны, страдавшей пороком сердца. После приезда из Сибири ее лечили лучшие профессора Москвы. Но все было тщетно. 8 апреля 1888 года ее не стало. Для Сурикова смерть жены была тяжелейшим ударом. В это тяжелое время Василий Иванович нашел утешение в религии, постоянно перечитывал Библию. Итогом мучительных размышлений Сурикова о жизни, о душе, о смерти явилась картина исцеления слепорожденного Иисусом Христом, которую художник писал для себя и не собирался выставлять. Лицо слепого на картине напоминало лицо самого Сурикова. В 1895 году Суриков вновь обратился к серьезной исторической теме. Он взялся за написание картины «Покорение Сибири Ермаком». Эта работа стала еще одной монументальной вехой в его творчестве. Историческое событие 300-летней давности предстает перед нами в виде боя казачьей флотилии Ермака и войска хана Кучума. Причем художник изобразил событие с достоверностью очевидца. Живя зимой 1889-1890 года в Красноярске, наблюдая здешние зимние развлечения, Суриков увлекся мыслью написать «Взятие снежного городка», изобразив излюбленную сибирскую игру, в которой художник с азартом участвовал в юности. В «Снежном городке» я написал то, что я сам много раз видел. Мне хотелось передать в картине впечатление своеобразной сибирской жизни, краски ее зимы, удаль казачьей молодежи. Труднее всего Сурикову далась его последняя картина «Степан Разин». Разин — вождь крестьянского движения, могучий, мужественный, человек огромной воли, объединивший многочисленные отряды восставшего казачества и крестьян, совершавший смелые походы в низовье Волги по Каспийскому морю. Выражение лица Разина составляло главную заботу художника. Когда картина была выставлена, Суриков и на выставке переписывал его лицо. Однажды, закончив работу, он сказал знакомому художнику «Сегодня я лоб писал Степану, правда теперь гораздо больше думы в нем». Особое место в творчестве Сурикова занимают портреты. Это, как правило, изображение своих близких, либо чем-то заинтересовавших его людей. Этюды, связанные с поисками определенного образа для картин. Таковы «Сибирская красавица» портрет Екатерины Александровны Рачковской и портрет Александра Ивановны Емельяновой. Написанные с конкретной натуры, они не воспринимаются просто как портреты. Художник увидел в них нечто общее и большее — русскую народную красоту. Портреты Сурикова, в том числе и автопортреты, поражают своей обыденностью. Все они будто написаны для тесного семейного и дружеского круга. Суриков никогда не брал заказов на портреты, но он часто использовал увиденные образы и типажи конкретных людей для их воплощения в своих масштабных художественных работах. Пришло время, когда Суриков стал дедом. Внуков Наташу и Мишу он просто обожал. Был рад побыть с ними лишнюю минуту. Если супруги Кончаловские отправлялись в гости, они завозили детей к дедушке в гостиницу. А в конце жизни Суриков предпочитал жить именно в московских гостиницах. В последние годы художник много болел. Лето 1915 года Василий Иванович провел на юге, в Крыму. Он много загорал, поднимался в горы. Такие нагрузки оказались слишком тяжелыми для его больного сердца. Зять художника Петр Кончаловский в начале 1916 года на короткое время приехал с фронта и застал Сурикова при смерти. К зятью Василий Иванович обратил свои последние слова. «Петя, я исчезаю». 6 марта 1916 года Сурикова не стало. Хоронила его вся Москва. Гроб несли художники. В церкви пел хор Московского училища живописи, вояния и зодчества. Молодежь любила Сурикова за то, что хотя он и не преподавал, но с большим вниманием относился к творчеству молодых художников и никогда не отказывал в совете. Василий Иванович Суриков был патриотом своего края. Памятником просветительской деятельности Сурикова на родине является созданная его стараниями в 1910 году художественная школа. Он заботился об обеспечении ее пособиями, обратившись с просьбой в Академию художеств. В Красноярск прибыл из Петербурга вагон кипсовых слепков, розетки, орнаменты, геометрические тела, головы, бюсты, копии с античных скульптур и другие учебные пособия. Бывая в Красноярске, Суриков обязательно расспрашивал у преподавателя школы Дмитрия Каратанова об успехах учеников. «Приехав в последний раз в 1913 году, — вспоминает Каратанов, — Василий Иванович посетил школу. Когда я стал рассказывать об успехах, достигнутых за четыре года работы, он сначала отнесся к моему рассказу с шутливым недоверием. «Мне хотелось бы увидеть результаты работы», — сказал он. Но просматривая отобранные мною на удачу рисунки, этюды, акварелью и маслом, он был удовлетворен, говоря, «люди, так прекрасно передающие мертвую и живую натуру, могут поступать прямо в натурный класс столичной рисовальной школы». Суриков был художником редкого таланта. Он умел предвидеть, постигать, проникая сквозь завесу столетий. Мастер учился и по стенам Кремлей, и по книгам. Он встречал своих будущих героев на улицах, и одновременно они являлись ему в мечтах и снах. Художник давал всякому явлению новую жизнь в искусстве, воплощая это явление в цвете, композиции и ритме. С 16 по 17 января 2018 года в стенах Красноярской краевой специальной библиотеки Центре социокультурной реабилитации инвалидов по зрению прошла выставка фотокопий работ Василия Ивановича Сурикова. На выставке были представлены пять работ великого сибирского художника, хранящиеся в фондах Красноярского художественного музея имени Василия Ивановича Сурикова. Василий Иванович Суриков Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 1870 год Холст, Масло Государственный русский музей Санкт-Петербурга Санкт-Петербург Зимний вечер Площадь освещена холодным светом луны и редкими огоньками уличных фонарей На фоне неба под тусклым лунным светом выделяется четкий силуэт памятника Петр I сидящий на коне На заднем плане, справа от памятника, немного в тени, на фоне морозной петербургской ночи огромный силуэт Исаакиевского собора Белый снег на переднем плане составляет яркий контраст с темным силуэтом собора В картине противовес динамики Петра I на коне и величавой статичности Исаакиевского собора Художнику великолепно удалось передать ощущение холодной и влажной петербургской зимней ночи с ее дымчатым воздухом Полотно демонстрирует любовь Сурикова к красивейшему из городов Санкт-Петербургу Василий Иванович Суриков Анфиса Около 1900 года Холст Масло Красноярский художественный музей имени Василия Ивановича Сурикова Поясной портрет девушки Во весь квадрат холста на темном фоне изображена Анфиса Общая цветовая палитра картины сдержанная и благородная Лицо девушки – самое светлое пятно в работе Голова Анфисы покрыта большим почти до талии красивым платком с узором из крупных декоративных цветов Под подбородком платок чуть подколот, концы платка опущены вниз Девушка о чем-то задумалась На ее щеках легкий румянец Внимательный взгляд больших светлых серо-голубых глаз Анфисы обращен к зрителю Василий Иванович Суриков Милосердный самаритянин 1874 год Холст Масло Красноярский художественный музей имени Василия Ивановича Сурикова Момент, описанный в Библии Жара Пустыня Серо-желтое небо Зной Раскаленный песок Работа построена на контрасте светлого и темного Три написанные крупно, почти во весь рост мужские фигуры Центр картины, лежащий на ярко-желтом песке, полуобнаженный, изможденный, с непокрытой головой, обессилевший мужчина В его лице можно прочитать обреченность и покорность судьбе Рядом справа присел, придерживая мужчину за плечо, одетый в белые одежды самаритянин Самаритянин протягивает руку наклонившемуся к нему чернокожему рабу, в руках у которого маленький кувшин Самаритянин ожидает, когда вино польется ему в ладонь Он искренне хочет помочь За спиной раба стоит, понуро свесив голову, навьюченный серый ослик Василий Иванович Суриков, девушка с косами, портрет Анастасии Анатольевны Добринской, 1910 год, холст, масло Небольшой камерный реалистический портрет, очень живописно и колористически утонченно Широкие мастерские мазки, вертикальная композиция, теплый летний день Сидящая Анастасия написана «Анфас» Ее изображение занимает почти всю плоскость холста На девушке светлое платье бледного серо-голубого цвета На талии платье перехвачено широким поясом с завязанным небольшим бантом Руки спокойно сложены на коленях Слегка наклоненная голова, серьезное лицо, внимательный взгляд В контраст светлому тону платья длинные, темные, почти черные, спадающие до пояса косы За спиной Анастасии, за низким серым редким дощатым забором виден серо-зеленый лес Василий Иванович Суриков, прибой, 1907 год, холст, масло Красноярский художественный музей имени Василия Ивановича Сурикова Крым, очень поэтичный морской пейзаж Горизонтальная композиция Почти всю плоскость работы занимает море Неспокойное черное море Прибой Волны с белыми гребнями из морской пены бьются о камни Камни округлой формы серого, синего, черного цветов, хаотично лежащие на желто-сером песке Между камнями кое-где видна редкая пробивающаяся зелень травы Задний план, уходящая в светло-голубую линию горизонта море синего цвета, состоящее из множества разных оттенков Простор, чувствуется свежий морской бриз Хочется прикоснуться и почувствовать влагу этих волн Все работы Василия Ивановича Сурикова были снабжены плоскопечатной текстовой информацией Дублированный рельефно-точечным шрифтом Брайля и озвучены для цифровых устройств, распознающих QR-коды Материал подготовил Константин Кивачук Звукорежиссер Александр Румянцев Текст читала Светлана Мальчихина Составитель описания картин Любовь Коноплева Озвучивание описания картин Роман Трофимов Ответственная за выпуск Ольга Офицерова Красноярская краевая специальная библиотека, январь 2018 года